Долгожданный юбилей после долгой подготовки. Тысячелетие Суздаля отметит наш регион с 9 по 11 августа. Именно в эти дни пройдут все основные праздничные мероприятия. Основными площадками станут Кремль, Музей деревянного зодчества, Резоположенский монастырь. Все мероприятия будут посвящены духовной составляющей истории города-юбиляра, становлению Суздаля. Главным днем празднования станет суббота, кинопоказ в центре города, концертная программа с участием звезд российской эстрады. Только часть событий. Вход на все мероприятия будет свободный. Ожидается максимально возможное количество туристов. Даже в Новый год турпоток составил более 100 тысяч человек. При этом максимальная вместимость в гостиницах порядка 3800 человек. Спрос на сегодняшний день значительно превышает предложение, которое мы можем дать. Поэтому для нас это одна из ключевых задач наращивания предложения туристических продуктов гостиничного номерного фонда на ближайшие годы. Потратили на подготовку к тысячелетию порядка 8 миллиардов рублей. 50% от суммы из-за балластного бюджета. А для дальнейшего развития с 2025 года для гостей города-юбиляра введут туристический сбор. Это коснется и жителей Владимирской области и других регионов. Поставит он от 100 рублей на человека. Вероятно, включен такой налог будет в стоимость размещения. Точную сумму решат депутаты местного горсовета. Ожидается, что доход в бюджет города с туристического сбора составит от 80 миллионов в год. Это приличные деньги для города. С точки зрения праздника и тех инвестиций, которые мы совершили, конечно, это несопоставимо. Но, с другой стороны, потом в операционном плане это все необходимо поддерживать. А это люди, которые будут заниматься этими вопросами. Это техника и многие другие задачи. Соответственно, источники дохода надо формировать. Также налоговые меры могут ввести еще в двух городах региона – Владимире и Муроме. Для обеспечения всех необходимых условий на родине святых Петра и Февронии планируется также развивать гостиничный бизнес. Уже ведутся переговоры о строительстве большого гостиничного комплекса. Так, чтобы разместить всех желающих. В целом разработано 10 новых туристических и 4 автотуристических маршрута. Еще 13 создали совместно с Москвой.